Синева ясного июльского неба, праздничный трезвон, раздающийся далеко по округе, солнечный свет, падающий на торжественное церковное шествие с хоругвами и иконами вокруг храма. Крестный ход сопровождает каждый престольный праздник. По традиции, центром религиозных торжеств стал Петропавловский храм Станицы Зеленчугской. Слово «апостол» в переводе значит «посланник», а слово «первоверховный» означает то, что именно апостол и Петр и Павел больше всех потрудились на Ниве Христовой, проповедуя Евангелие. Ровно 156 лет назад прибывшие сюда казаки по правилам древней казачьей традиции основали церковь и назвали ее в честь апостолов Петра и Павла. С тех пор эти святые великомученики незримо своей молитвой перед Господом оберегают станицу, считают православные. Пришли казаки Хаперского полка, только населились, и первое, что это приступили к строительству храма. У казаков не было жилья, но казаки начинали свое первое, это строить храм, ходить в храм, молиться Богу. Потому что казаки воины, и они всегда безверны не могли быть, потому что Господь Бог всегда помогал. Прихожанка Ольга Данилова, сохраняя верность традициям, пришла на литургию, которую возглавил архиепископ Пятигорский черкесский феофилакт. Приходишь на этот праздник с особым настроением, с радостью, с великой какой-то благодатью Божией. И так хочется, чтобы наша станица всегда процветала, чтобы Господь ее охранял, чтобы не забывал своей благодатью. Всегда нас радовал этим праздником, и мы тоже радовали его. После литургии верующих от лица главы республики поздравила первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Карачаева-Черкесии Надежда Пивоварова. Это праздник единения всех жителей станицы Зеленчукской, символ взаимопонимания и уважения друг к другу, гордости за свою станицу, ее древнюю богатую историю. Со словами поздравлений и братским приветом казакам обратились и представители общественной карачаевской организации. Мы приглашаем миг, где начало Кубань берет Учкуланское ущелье, а он Учкулан, куначество всех казаков. В своей проповеди владыка Феофилакт обратился к станичникам со словами напутствия, призвал их быть твердыми в своей вере и подражать примеру апостолов Петра и Павла. Я вместе с вами задамся вопросом, а легко им было ли в свое время проповедовать, когда вокруг они жили во враждебном мире, когда все вокруг дышало ненавистью и оба они в конце концов приняли мученический венец, они были жестоко казнены за свою веру. Всегда Бог там, где правда. Живите по правде, трудитесь, дружите, отстаивайте свои традиции, живите по правде, живите братством, которым сейчас здесь очень хорошо сказано было. Живите нашими кавказскими традициями куначества и пусть люди разных национальностей увидят в каждом из вас настоящего человека. В этот день самые достойные казаки получили награды от руководства Кубанского казачьего войска. Затем для всех участников праздника был организован концерт юных артистов воскресной школы и праздничное угощение. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район.